Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским интернет-порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговоры Евангелия от Иоанна. Вторая глава Евангелия от Иоанна по объему содержит много меньше текста, чем первая, и, в общем, в ней два рассказа, в сущности всего два рассказа. Первый – это чудо в Кане Галилейской, чудо, которое происходит через некоторое время после призвания первых учеников, после крещения Господа Иисуса, в этот промежуток укладывается довольно много, потому что мы знаем из рассказов других евангелистов, что после крещения Господь уходил в пустыню и 40 дней постился в пустыне, после этого Он вернулся в Галилею, и было призвание учеников при чудесный лов рыбы при море Галилейском, и несколько человек, в том числе Галилея, Андрей, Симон, Петр, сыновья Зеведеева, Филипп, Нафнаил, вероятно, еще другие, стали его учениками, и таким образом мы ориентировочно можем сказать так примерно месяца через два после событий предыдущей первой главы, никак не раньше, происходит вот то чудо, о котором идет речь. Здесь Господь Иисус вместе со своими учениками приходит на свадьбу, потому что его пригласили, потому что его позвали. Вероятно, это была свадьба кого-то из родственников близких или дальних, или друзей, или знакомых, нам история и предание, никакой информации об этом не оставили. Вот важно, что вот на этот праздник, на эту радость своих знакомых Господь Иисус, будучи приглашенным, откликается и приходит. Знаете, уже в конце первого века, примерно в то время, когда пишет, записывает свое Евангелие, евангелист Иоанн среди некоторых христиан, затронутых разными, ну, скажем так, своеобразными идеями философскими того времени, появляется такое явление, которое потом получило название декетизм. Люди думали, что Иисус – это было нечто вроде призрака, что выглядело человеком, но на самом деле таковым не являлось. А была такая кажимость, напоминающая, знаете, привидения из детских комедий нашего детства. Да, и, соответственно, по мнению многих исследователей, скажем, XX века, в некоторых местах Евангелистан специально подчеркивает реальность человеческой природы. Понимаете, призракам и кажемостям нет дела до таких, в общем, человеческих радостей, совершающихся перед Богом, как свадьба. Ну вот, говорит он Иисус, вместе со своими учениками, как его мать, Пресвятая Богородица, приходят на эту свадьбу. Помимо прочего, маленькая деталь, нехватка вина, означает, что свадьба была очень-очень бедной, потому что это важное событие, к ней готовились очень задолго, и для того, чтобы не хватило вина, надо было, чтобы у этой семьи и у её родственников денег не было никогда и нисколько ни разу задолго-задолго до этой свадьбы. Вот к очень бедным людям приходит Иисус, и эти бедные люди подали на стол столько вина, сколько им удалось раздобыть. И, в общем, почти естественно, что этого оказывается недостаточно. В этом рассказе, видите, для самого Иоанна важно, он предлагает нам, во-первых, некоторый знак того, что через Иисуса действует некто больше, действует сам Бог. Поэтому, конечно, центральным поворотным пунктом рассказа является тот момент, когда вода, на которую Иисус указывает слугам, в этих больших бочках становится удивительным и прекрасным вином. Никто из людей такого сделать не может. И поэтому это сам Иоанн говорит «начало знаком», «начало знамением». Один из первых, или, может быть, первый такой знак, в котором начинается постижение Бога в Иисусе Христе, те постижения, которые дальше будут занимать все те дни и годы, в течение которых ученики будут ходить с Иисусом. «Начало знамений». Далее ещё нужно заметить, что многие исследователи 20 века и до самого конца 20 века обращают внимание на то, что, возможно, у евангелистов вообще есть некоторая отчасти символическая такая картина в голове. В мир несовершенный благодаря приходу Иисуса, там, где появляется Иисус, там, где мы соприкасаемся с Ним, нечто несовершенное и, в общем, бессмысленное, ненужное в данном контексте, преображается и становится прекрасным. Вот созидающее и, как сказать, возрождающее действие Бога происходит именно через Иисуса. Вот поэтому такие исследователи часто указывают на то, что вода, которую не подашь в качестве напитка на брачном перу, преображается и обретает некоторую полноту, становится удивительным вином, которое нечто гораздо большее, чем вода, которую, в конце концов, можно найти в любом водоеме. Но, кроме этого, для христиан последующих времен, конечно, исключительно важны здесь слова Пресвятой Богородицы, что Он скажет вам, то сделайте. Мы видим, что эти бедные люди в гостях, у которого находится Иисус, Богородицы, Его ученики, но они не обращаются к Нему напрямую, и даже, может быть, и к ней самой напрямую не обращаются, но она говорит ему, вот у них нет вина. Следующая затем фраза Иисуса, что мне и тебе, жену, сегодня для нас звучит, в общем, странно, а для того времени это, во-первых, нужно сказать, была форма крайне уважительного ответа. Крайне уважительного ответа. Что я могу для тебя сделать? Это важно сегодня, потому что, знаете, мне нередко встречались недоумения современного читателя, которым эта фраза Иисуса, наоборот, кажется как раз неуважительной. Ну, вот это дело, по-видимому, в той лексической эволюции и в переводе с языка на язык, которые за 2000 лет эти произошли. И вот, когда Богородица обращается к слугам, она говорит очень важные тоже слова, которые, конечно, становятся архетипическими, направляющими образ мыслей и поступков не только непосредственных участников этого рассказа, этих событий, но и тех христиан, которые об этом читают. Что он скажет вам, то и сделайте. Для Богородицы это, наверное, форма, в которой говорится примерно то же самое, что говорит Креститель в словах «Ему должно расти, а мне умоляться». Что он скажет вам, то сделайте. Вот это направление нас к тому, чтобы мы стали учениками Иисуса, в этом рассказе, повторю, для Иоанна, вероятно, не было тем, ради чего он рассказывает историю. А для его читателей, для христиан последующих поколений, из современных в том числе, это, конечно, принципиально важная вещь. И еще один рассказ, который мы видим во второй главе, рассказ об очищении храма, об изгнании торгующих. И здесь, в общем, есть некоторая историческая, я бы сказал, невнятность, потому что синоптики рассказывают об одной Пасхе в Иерусалиме, на которую приходил Иисус. Это не значит, что не было других. Но, тем не менее, если бы у нас был только рассказ синоптиков, имела бы право на существование версия, согласно которой служение проповеди Господа Иисуса продолжались бы год с небольшим. Другой разговор, что 15-й год Тиберии Кесаря, о котором говорится, как в начале проповеди Крестителя, это, в общем, почти очевидно, 27-й год, а не 29-й. И, вероятно, синоптики просто не ставят перед собой задачу хронологически изложить все события за три года с соответствующими сменами годов. Но у синоптиков рассказ об изгнании торгующих из храм помещается все же перед последней и единственной Пасхой, о которой они говорят. Евангелист Иоанн, наоборот, начинает этот рассказ, в самом начале Евангелия во второй главе помещает это событие, и здесь, в общем, есть разные мнения, потому что одни исследователи думают, что да, действительно, еще предстоит три пасхальных праздника, и в первый же приход в Иерусалим на Пасху с учениками Иисус совершает это действие. Может быть. Другие полагают, что евангелист Иоанн специально изымает из контекста это историческое событие, которое было на Третью Пасху, и помещает его в рассказ о Первой Пасхе. Третьи ученые, пытающиеся найти некоторые непротиворечивые объяснения, полагают, что в 90-м году он уже мог и забыть, в каком, в Первую или в Третью Пасху это произошло. Я не готов выбирать между всеми этими версиями, хотя представление о том, что евангелист Иоанн забыл, мне представляется странным. Да. Ну, по крайней мере, чисто интуитивно. Может быть, для нас достаточно обратить внимание, что здесь действительно есть загадка, проблема, историческая, которую, ну, трудно решить, у нас нет для этого достаточных данных. Но при этом мы, тем не менее, вполне можем посмотреть на само событие, вне зависимости от того, в которую в Первую или в Третью Пасху оно произошло. И мы видим, что Иисус приходит в Иерусалим, обнаруживает в храме, ну, в общем, понятную и, по совести сказать, довольно знакомую сегодняшним христианам вещь, торговлю. Ну, может быть, там у нас это все сегодня выглядит несколько скромнее. Все-таки бараны не блеют, быки не мычат, и валютно-обменных операций нет. Да еще, кроме того, ну, заметим, что в Иерусалимском храме все это, весь этот малый бизнес и валютный обмен в особенности, крышевала первосвященническая фамилия, которая здорово на этом наживалась, это действительно, в общем, было крайне неблагочестивое зрелище. Не о чем говорить. Важно обратить внимание вот на что. Жители Иерусалима того времени, иудеи, верующие в Бога, они вовсе не были там нравственно-бесчувственными или какими-то тупыми. Они прекрасно понимали, что для Дома Божьего, который наречен местом молитвы, о котором Бог сказал, когда сыны Израиля придут сюда, я услышу их, и даже если и на племенник помолится на месте, тем я услышу его, что, конечно, все это, вот весь этот бизнес оскорбителен. И это действительно даже не граничит с кощунством, а просто таковым является. Были, к слову сказать, среди иудеев того времени, люди, которые все-таки вообще не могли этого вынести. Но при этом они не переворачивали стол именовщиков, а уходили в пустыню у Мертвого моря, в Кумран, селились в этой пустыне, потому что они считали Иерусалимский храм оскверненным, первосвященническую фамилию ужасной, не нам судить, может быть, они недалеки были от истины. Эти самые Ессии и Кумраниты, по-видимому, две, по меньшей мере, было таких групп и там в Иудейской пустыне, а может быть, и больше. И, кстати, это продолжалось, это не началось в одни Господа Иисуса, а началось не меньше, чем за сто, а то и полтора столетия до описываемых Евангелия событий. Но почему-то они не пытались навести порядок. Дело в том, что, насколько можно судить, для иудеев того времени общепринятым было представление о том, что вот когда придет Мессия, вот он будет наводить порядок в Доме Божьем. Да, в Доме Божьем происходят ужасные вещи. Да, это оскорбительно, да, это кощунство. Но если я не Мессия, я не могу этого, как сказать, изменять. Не мне наводить порядок. Это должен делать тот, кто придет от Бога. В сущности, довольно прямо об этом говорит автор первой половины книги Захарии. Да, так вот, когда некий человек с учениками еще вдобавок, то такому известно, что он говорит о Боге, призывает к покаянию, призывает войти в царство и совершает чудеса, приходит в Иерусалим и делает то, что делает Иисус в храме, значит, веревками разгоняет этих блеющих овец, быков, опрокидывает киоски все эти звонкой монетой, которые там находились. Дело не в том, что он, в отличие от современных ему иудеев, благочестивый человек и не может этого вынести. Нет. Дело в том, что это для окружающих ровно то же, как если бы встал, взял микрофон или телекамеру и сказал бы, я и есть тот Мессия, кому надлежит прийти. И именно поэтому это вызывает такую острую реакцию, ну и, в общем, неприятие, конечно, со стороны всех остальных фарисеев. Дальнейшее нежелание слушать Иисуса, отказ принять то, что он говорит, и в конечном итоге конфликт, и смертельный конфликт, который приводит к тому, что они предают его на распятие, он начинается, по-видимому, именно здесь. Для евангелисты Иоанна, как и для синоптиков. Все остальные обстоятельства, зависть фарисеев, идейное несогласие их с Иисусом в тех или иных вопросах, это все превходящее обстоятельство, а центральным является то, что он предъявляет себя, являет себя людям как Мессию, как того, кто восстановит подлинное почитание Бога. И вот на это окружающие не соглашаются. Они требуют от него знамения и говорят, докажи, докажи, каким знамением докажешь ты нам, о том, что ты имеешь власть так поступать. И еще одна чрезвычайно поучительная вещь, о которой нам сегодня не вредно было бы помнить, это то, что Иисус на это требование отвечает отказом. Вообще говоря, почти всегда совершая чудеса и исцеления, тем, кто становится свидетелями этих удивительных событий, он говорит, иди и никому не рассказывай, и старается, чтобы никто не узнал. Буквально почти в каждом чуде, в каждом рассказе евангельском, особенно у синоптиков, но и Иоанна тоже, мы наблюдаем вот это. И Иисус не готов использовать какие бы то ни было чудеса в качестве доказательства своего мессианства. И этим спрашивающим его иудеям, каким знамением докажешь нам, что ты имеешь, что ты действительно именно тот, кому это делать, он в сущности говорит невозможную вещь, которая не является ответом, содержателем на их вопрос. Он говорит, разрушьте храм сей, и я его в три дня воздвигну. По-видимому, никто из тех, кто услышал эти слова Иисуса, вообще ничего не понял, потому что вся вот эта вот околохрамовая публика начинает говорить, что этот храм строили 46 лет, и ты его за три дня воздвигнешь. Ученики просто, видимо, удивились, как Иоанн пишет. Потом, когда он воскрес из мертвых, у них появилось некоторое понимание, что, наверное, он говорил о храме тела своего, и поверили Писанию тому, что говорил Иисус. Ну, это, по крайней мере, хотя бы какое-то объяснение. Но, глядя на текст, на событие, мы видим, что люди требуют у него доказательств, и он на это требование отвечает отказом. Не дает им доказательств, не дает. Потому что на самом деле, и это, кстати, для Евангелия в целом чрезвычайно важная вещь, никакие чудеса, никакие чудеса не могут и не должны быть аргументом в нашей вере. Понимаете? А что будет, если их не будет происходить, если там в какой-нибудь год благодатный огонь не сойдет? Мы в Иисуса Христа верить перестанем, что ли? Ну, вот это очень важная установка, так сказать, имплицитная Евангелия, которая, в сущности, вскользь здесь упоминается Иоанном, он не об этом рассказывает, но увидеть это в тексте тоже, мне кажется, чрезвычайно сегодня для нас важным. И вот заканчивается тот фрагмент, который отнесен ко второй главе, словами о том, что, кажется, люди начали прислушиваться к Иисусу, доверять Ему, обращаться к Нему, но сам Иисус не вверял себя им, потому что он знал, что в человеке не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке. Он, по-видимому, каким-то образом понимал, насколько, может быть, еще не глубоко и поверхностно обращение тех или иных людей, и тоже почти вскользь упоминается об этом, и тоже это удивительно, я бы сказал, чрезвычайно утешительная вещь. Понимаете, мы очень часто пытаемся изобразить себя перед Богом не такие, какие мы есть, лучше, чем мы есть, иногда хуже, чем мы есть, потому что бывает, что тоже мы там посыпаем голову пеплом, хотя серьезных причин для этого особенно и нет. Не такими, какие мы есть. Но из этого ничего не получается. Иисус видит наше сердце в правде. И, собственно, благодаря этому можно доверять Ему, можно полагаться Ему, можно самим вместе с Ним себя увидеть в правде и перед Ним тоже в этой правде предстоять. тоже удивительное свидетельство Иоанна об Иисусе.